7 июня губернатор Андрей Воробьёв обратился к жителям Подмосковья. В своём выступлении он озвучил основные направления работы правительства на ближайшее время. Спектр деятельности выбран на основе обратной связи, в соответствии с пожеланиями жителей области на портале Добродел и результатами опросов. Особое внимание уделили сфере ЖКХ. Совершенствование ЖКХ – это большая программа, которая прежде никогда не реализовывалась в Подмосковье. Пожалуй, одна из самых масштабных в России. Тепло, вода, очистные сооружения, управляющие компанией и газ – это темы, по которым у нас с жителями самая активная коммуникация. По инициативе губернатора по каждому из направлений ведётся активная работа. Особое внимание уделяется вопросам газовой безопасности и социальной газификации. В 2021 году созданы условия для подключения 29 тысяч домов, в 2022 – 86 тысяч. В 2023 запланировано создать условия для подключения не менее 12 тысяч домов. Во избежание трагедий, связанных со взрывом бытового газа в жилых домах, на территории Московской области проводятся мероприятия по оснащению муниципального жилого фонда системами автоматического контроля за газованностью. Система контроля за газованностью устанавливается в муниципальные квартиры бесплатно за счёт бюджета. Субсидии выдаются по факту установки, и, соответственно, управляющая компания обеспечивает сопровождение данной процедуры полностью от начала и до конца. В Одинцовском округе газифицировано 1296 многоквартирных домов, примерно 78 тысяч квартир. В прошлом году в них установили 5685 систем контроля за газованностью. В этом программу продолжили. На сегодняшний день уже оснащено более трёх тысяч муниципальных квартир. Это специальный запорный клапан, который будет срабатывать на утечку газа. Устанавливается он наверху, сам сигнализатор, для того, чтобы, как мы все знаем, газ, он легче воздуха, он поднимается наверх. Соответственно, сигнализатор стоит наверху, он его улавливает, передаёт сигнал на клапан, клапан перекрывает газ, и жильцы обеспечены безопасностью. Для оформления заявки на установку САГС в муниципальной квартире нанимателю необходимо обратиться в управляющую организацию, обслуживающую многоквартирный дом, в котором находится жилое помещение. Также заявку примут и направят специалистам сотрудники территориального управления администрации Одинцовского округа. Это наша безопасность, моя в первую очередь, моих соседей, которые рядом со мной внизу, потому что очень много сейчас утечек с газом, взрывов, особенно вот в том году было очень много по осени, зимой. Конечно, страшно. Вот. Ну вот такую вещь мы себе поставили. Помимо этого, в Подмосковье модернизируют системы теплоснабжения. Запланировано обновить 366 котельных и 197 участков теплосетей. А 137 тысяч жителей вскоре почувствуют положительные перемены качества воды. На 23 объектах ведутся работы по строительству водозаборных и водоочистных станций. Чтобы помочь гражданам решить вопросы с недоработками управляющих компаний, разработан закон, позволяющий проводить голосование электронно или в МФЦ. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.